Итак, дорогие, сегодня мы будем говорить с вами о том, как построить свою духовную жизнь, о взаимоотношениях с Богом. И вы знаете, чтобы быть счастливым человеком, нужно в самом деле иметь сильные взаимоотношения с Господом. И, конечно, когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, о духовной жизни, мы должны осознавать, что именно духовная жизнь является фундаментом и душевной жизни, и жизни нашего тела, и всех обстоятельств, которые нас окружают. Нам нужно осознать, что духовная жизнь – это как ось, вокруг которой все крутится. И, естественно, когда человек, он духовно очень силен, он духовно крепок, то он сможет пройти в этой жизни трудные времена и оказаться победителем. Если же человек духовно слаб, то, как правило, когда придут проблемы, эти проблемы его потопят, эти проблемы его разрушат. Я думаю, что каждый из вас, вы хотели бы видеть в своей жизни только победы. Аминь. Реально ли это? Да, это реально. Это реально, если вести духовный образ жизни. Давайте поговорим с вами о духе человека. 18 глава, притч, 14 стих. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? И, знаете, Соломон, когда он сказал эту фразу, он ее сказал, и в конце вопрос. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Вы знаете, в этом стихе скрыта такая глубина, потому что на самом деле дух человека переносит его немощи. Именно дух человека сделает для твоей жизни что-то самое невероятное, что все немощи, которые могут прийти в твою жизнь, они будут перенесены благодаря духу. Ну а пораженный дух, кто может подкрепить его? И оказывается, что никто. Пораженный дух – это большая трагедия, друзья. Пораженный дух – это очень и очень плохо. И вот удивительно то, что мы с вами, мы, бывает, не знаем об этом. Мы не знаем о том, что именно дух человека, он играет самую важную роль для того, чтобы я был счастливым. Чтобы я был в жизни радостным. Чтобы я в жизни был как человек, который говорит, я победитель. И знаете, вот именно дух играет эту роль. Что бы мне хотелось сказать вам сегодня? Для меня это очень важно, то, что я буду говорить вам. Для того, чтобы иметь сильный дух, нужно в него вкладывать. Для того, чтобы иметь сильный дух, нужно над этим работать. И вы знаете, вот бывают люди, они в свою жизнь и свое время, они посвящают какому-то определенному направлению своей жизни. И в этом они преуспевают. И когда мы говорим о духовной жизни, мы должны знать, что духовной жизни мы должны уделять свое самое лучшее время. И в 6 главе Галатах говорится, в 7 стихе, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И 8 стих говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Оказывается, в этой жизни мы можем сеять в плоть. И здесь давайте поговорим и возьмем этот принцип не только для финансов, а возьмем этот принцип просто для семени, для нашего времени, наших усилий. Что мы можем сеять в плоть и мы от плоти пожнем. Писание говорит, что? Тление. То есть ничего не будет. Пепел. Тление это пепел. То есть получается, что когда я уделяю много времени просто плотским вещам, да, и я скажу тебе в конце, пепел. Но когда я время уделяю для того, чтобы строить свою духовную жизнь, то есть я сею в духовную жизнь, то, как правило, когда я сею в духовную жизнь, Писание говорит, конечным результатом этого сеяния, то есть жатвой, будет жизнь вечная. И эта жизнь вечная, друзья, она будет наполнять наши сердца. Дух человека, он может быть очень крепким, он может быть очень сильным. И он может стать сильным, если в него много вкладывать, если в него много сеять семян. Когда я думаю о том, что нужно делать для того, чтобы вести духовный образ жизни, для того, чтобы сеять свой дух, я понимаю одну такую вещь, что самые, есть приоритетные вещи, о которых бы вот сегодня мне хотелось поговорить, самые приоритетные, которых нельзя уклониться. И давайте мы сегодня о них поговорим. Вы готовы или нет? Во-первых, когда я хочу, чтобы у меня был крепкий дух и была сильная духовная жизнь, самое первое, что я должен делать каждый день, первое запиши, читать Библию. И вы знаете, вот многие люди сегодня, верующие, они подумают, ну это такие примитивные вещи, читать Библию. Я вам расскажу сейчас кое-что. Что когда мы читаем Библию, что с нами происходит? Ты можешь записать себе такую фразу. Изучая наизусть обетование Божье, ты готовишь платформу для сверхъестественного откровения на твою жизнь. Изучая наизусть обетование Божье, ты готовишь платформу для сверхъестественного откровения в твою жизнь. И вот когда мы каждый день читаем Библию И наполняемся Словом Божьим Мы внутри так устроены Что когда мы вкладываем в себя Слово Мы внутри как маленький склад На который попадает это Слово Попадают обетования Божьи Попадают слова от Бога И когда эти слова попадают в нас Они там лежат, как знания И когда приходит Святой Дух Святой Дух бывает приходит В самый трудный момент твоей жизни Ему нужно, когда Он приходит Ему нужно войти в твое сердце И взять оттуда Слово И оживить его Это называется Рема Откровение И когда Бог приходит к нам И у нас внутри есть Божье Слово Он берет это Слово, оживляет И этим Словом содержится наша жизнь Когда у человека болезнь Когда у человека болезнь Дух Святой приходит к нему И если он изучал Писание каждый день То Дух Святой берет Слово И там написано Ранами его вы исцелились И он берет это Слово, которое человек Просто знал и читал Но Дух Святой оживотворяет это Слово И этим Словом исцеляет человека Когда у человека финансовые проблемы У него кредиты, долги Самая трудная и сложная ситуация И он молится и говорит Бог помоги мне Когда в нем есть Библия, Слово Божье То Дух Святой приходит И он оживляет И написано, что Христос обнищал ради нас Чтобы мы обогатились его нищетой Так говорит Писание Бог оживляет это Слово И в твоей жизни происходит чудо Через Слово Запомните Чудеса происходят через Слово Поэтому Писание говорит Что в начале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Бог 1 глава Иоанна, 1 стих Все через Него начало быть И без Него ничто не начало быть Что начало быть То есть в твоей жизни Все чудеса, которые будут происходить Они будут происходить через Слово Бог оживляет Слово И теперь, когда ты Не знаешь Божьего Слова Когда ты не изучаешь Библию Каждый день То Богу Нечего взять у тебя У тебя нет этого знания И Бог не может Оживотворять то, чего не существует в тебе Ты должен наполниться знанием Чтобы пришло познание Ты должен знать естественное Чтобы пришло сверхъестественное Итак, когда у тебя проблема И, к примеру, да Сегодня у тебя проблема И враги Они просто окружили тебя И ты не знаешь, что тебе делать Стесненные обстоятельства Но ты читаешь Библию И Писание говорит Бог говорит Я не отдам тебя на волю врагов твоих Враги твои приткнутся и падут Есть такие слова в Библии? Говорит, стрелы их Обратятся в их же сердце Вау И Бог берет и оживляет это Слово И ты видишь, как твои враги пали Ты видишь, как твои болезни пали Ты видишь, как нищета упала Почему? Потому что ты изучал Слово И Бог оживил твои знания Почему я сказал вам Что очень важно изучать места Писания Места Писания очень важно знать наизусть Особенно, когда дело касается Божьих обетований Их нужно выучивать наизусть Чтобы это знание лежало в тебе И потом Дух Святой его оживляет Когда мы говорим, друзья Когда мы говорим об откровениях Вы знаете, что откровение является фундаментом нашей веры И мы приходим к вере через откровение Но теперь послушай меня Бог не может дать тебе откровение Если ты не изучаешь Библию Поэтому Библию нужно читать каждый день И если ты читаешь одну главу в день Ты уже не стоишь на месте И ты продвигаешься каждый день вперед Если ты читаешь одну главу в день Ты кормишь себя этим хлебом небесным Мне хочется сказать вам сегодня, дорогие Нам всем нужно однозначно принять твердое решение Что мы ни в коем случае ни одного дня не будем пропускать Нам нужно каждый день читать одну главу Пусть это будет каким-то, знаете, правилом в нашем движении Как вы считаете? Одна глава в день Это очень важно Теперь запиши себе Именно благодаря Слову Божьему Рождается вера Именно благодаря Слову Божьему Рождается вера Мне бы хотелось, чтобы вы все это записывали Именно благодаря Слову Божьему Рождается вера Бог не действует без веры человека Бог не действует без веры человека. Бог не действует без веры человека. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, скажи надобно, скажи еще раз, надобно, чтобы приходящий к Богу что делал? Веровал. И вот знаете, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Получается, что бы мы ни делали в этой жизни, если мы не имеем веры, у нас получается такая интересная ситуация, мы угодить Богу не можем. Если мы приносим жертву финансовую, и у нас нет веры, мы не угождаем Богу. Очень важно иметь веру. Если мы служим, мы должны служить, имея веру. Именно верой мы угождаем Богу. И именно вера является чем-то значимым перед Богом. Больной человек, ему нужно веровать в Бога, ибо надобно, скажи еще раз, надобно. Вот это слово нужно понять, что Бог говорит нам, что надобно веровать. И когда мы веруем, тогда Бог начинает творить чудеса. Но запишите себе такие важные слова. Нужно понимать, запиши, нужно понимать, что не вера творит чудеса. Что не вера творит чудеса, а Бог. Нужно понимать, что не вера творит чудеса, а Бог. Вера не является чудодейственной силой. Вера не является чудодейственной силой. Есть только одна сила, сила Святого Духа. Есть только одна сила, сила Святого Духа. То есть, знаете, вот бывают люди, они веруют в веру. Но нам нужно веровать в Бога, а не в веру. И мы должны различать это. Но мы должны понять такую вещь, что Бог по какой-то причине действует именно по вере человека. И когда мы это знаем, мы будем стремиться к тому, чтобы наполнять себя Словом Божьим. Писание говорит нам. Давайте возьмем это место из Библии. Это будет римлянам. И здесь говорится. Римлянам 10 глава. Я прошу вас прочитать со мной стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, получается, мы без веры угодить Богу не можем. Что мне делать, чтобы мне иметь веру? Естественно, чтобы иметь веру, мне нужно Слово Божье. И мы знаем, что дьявол, он посылает свое Слово, чтобы мы имели страх, чтобы мы имели чувство вины, чтобы мы имели отвержение. И кто-то нам сказал плохие слова. Ты никому даром не нужен. И эти слова, может, тебе были сказаны, и ты принял их. И через это слово Дух Отвержения пришел. Но через слово, друзья, приходят или бесы, или через слово приходит сам Бог. Приходит вера. И когда мы желаем иметь веру, мы наполняемся Словом Божьим. И римлянам 10-17 нам нужно выучить наизусть. Давайте вместе скажем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10-я глава 17-й стих. Скажите теперь сами. Все было понятно. Вот, чудесно. Но мы должны знать такие места из Библии наизусть, потому что вера, она рождается от Божьего Слова. И поэтому ни в коем случае тебе нельзя пренебречь Божьим Словом. Мы говорим с вами о чем-то. Мы говорим о чем? Если у человека, у него пораженный дух, то он не сможет ничего в своей жизни сделать. Он не сможет, внимание, он не сможет верить. Он не сможет верить. И Бог не проявится в его жизни. Поэтому Писание говорит о пораженный дух. Кто может подкрепить его? То есть никто. Поэтому, естественно, наполняясь Божьим Словом, мы приходим к вере. И когда мы приходим к вере, творятся чудеса. Запиши себе. Видя веру человека, Бог сразу проявляется в его жизни. И совершает определенные действия по его вере. Видя веру человека, Бог сразу проявляется в его жизни. И совершает определенные действия по его вере. и совершает определенные действия по его вере. Вы помните, что Иисус, когда Он ходил по земле и исцелял больных, Он очень часто говорил людям, Он говорил, можешь ли ты веровать? И они говорили, да. Он говорил, по вере твоей да будет тебе. Удивительно то, что Иисус, Господь наш, Он не говорил, по милости моей будь исцелен, или по благодати моей будь сейчас восстановлен, или по любви моей великой будь сейчас полностью исцеленным человеком. Он говорил, по вере твоей. То есть получается, чтобы чудеса проявлялись в нашей жизни, чтобы нам видеть в жизни сверхъестественное проявление Святого Духа, чтобы нам видеть в жизни реальные чудеса в разных сферах нашей жизни. Нам нужна вера. И по вере нашей действует Бог. Очень часто я развиваю свою веру в определенном направлении. И знаете, вот бывает так, что у кого-то развита вера относительно, ну, к примеру, да, финансов. И у человека есть вера. Он постоянно жертвует. Он постоянно сеет. И у него развита такая сильная вера, что он реально процветающий человек по вере. Потому что Бог, Он не движется по вере другого человека. Он движется по твоей вере. И вот вы должны услышать сейчас, что действия Святого Духа очень часто не выходят за границы нашей веры. Наша вера всегда имеет определенный объем и определенное направление. Кто-то развивает веру в служении. Кто-то развивает веру в личной жизни, в семье. Кто-то развивает веру в каких-то моментах, к примеру, защиты в своей жизни. Но твоя вера, она может развиваться в разных направлениях. Чтобы вы знали, есть люди, которые развиваются в вере, и у них реально развита вера относительно исцелений. Но у них не развита вера относительно освобождения. А у кого-то, наоборот, исцелений нет, но освобождение. Настолько развита вера. Есть люди, которые имеют развитие веры в росте церкви. И ты должен знать, что твоя вера Важна это или нет Ты пойми сам и разберись Но ты знай, что Бог движется по твоей вере И если у тебя в каком-то вопросе веры нет То там не будет Божьего проявления Там не будет движения Святого Духа Потому что тебе нужна вера Когда я выхожу на сцену И я говорю Дух Святой приди То однозначно у меня есть вера В то, что Он придет И так произошло уже тысячи раз И я знаю, у меня есть вера И в начале моего служения Я очень сильно переживал и нервничал Придет Он или не придет И каждый раз это было как будто бы испытание И как будто какая-то пытка и казнь перед собранием Потому что я не знал И я верой своей держал это так сильно Но потом, когда я увидел, что Бог движется Бог проявляется по моей вере Он проявляется Моя вера стала укрепляться И моя вера, она растет Объем ее растет Есть люди, у которых есть вера Они ее развивают Друзья, они подходят к гробу Такие люди, как Смит Вигглсворт Он подходил к гробу Брал мальчика мертвого, которого хоронили И говорил всем Выйдите Доставал его из гроба Садил его в угол Смотрел вот так на него На труп И говорил Смерть, я приказываю тебе Оставь его И мальчик оживал У него 14 воскрешений из мертвых Вот такая вера была у человека У Кэтрин Кульман, друзья Дух Святой проявлялся мощно Дай Богу славу Аминь И на ее собраниях привозили людей Которые были крайне выкручены Как вот уродливые такие Выкручены И они исцелялись Это была ее вера Она была развита И ты должен вот понимать Что Бог Он в твоей жизни проявится Согласно того Где у тебя есть вера Поэтому Иисус Он всегда говорил По вере твоей Да будет тебе И Он всегда говорил Что нужно веровать Библия всегда учит нас веровать И Писание говорит Имейте веру Божью И поэтому ты Когда ты здесь На колледже На самом деле Люди не понимают Что происходит Здесь Бог Делает все Чтобы у тебя была вера И поэтому сюда Приезжает человек Разбитый Разрушенный Бывает духовно Пастор может даже Который хотел уже все бросить Но когда он здесь побыл Слово Божье Пришло в его сердце Он сидел и слушал Слово Божье Он видел Слово Божье В действии И это Слово Божье Родило в нем веру И когда он возвращается домой У него уже другое служение Он говорит Алло я знаю Бог живой Многие больные Приходят сюда И у них Им сказали В больнице Им сказали Вы умрете Через три месяца Но они приходят сюда И здесь они получают Что? Веру Здесь они получают веру И по вере ихней Дух Святой Приходит к ним Поэтому сегодня Ты должен осознать По вере Дух Святой Приходит И исцеляет И этому человеку Нужно исцеление Поэтому он Он просто говорит Бог я вижу Что ты исцеляешь И я верю И В момент Когда помазание Движется Оно не пройдет Мимо того Кто верит Он приходит И исцеляет В твоей жизни Вообще Все может быть изменено И чтобы ты знал Нет ограничений Нет каких-то лимитов Которые Бог Бам И поставил на тебя Нет их Ты можешь все изменить Ты можешь видеть Великие дела Ты можешь двигаться Но ты должен знать Правду и истину Что все оно Будет Только по твоей вере И эта вера Она растет От Божьего слова Бывает мы проходим Какие-то моменты Сложные моменты В жизни И в эти моменты Формируется Наша вера Как золото И Бог Он работает Над нашей верой Может сегодня Ты проходишь Какое-то испытание В жизни Я хочу тебе сказать Что на самом деле Когда ты думаешь Что у тебя все плохо Бог готовит тебя Для чего-то большого Потому что мы дети Божьи И Бог заботится о нас Аминь И Он поднимает нас Выше и выше Для того чтобы Явить величие И могущество Поэтому мы здесь На этом библейском колледже Мы должны наполниться верой Но мы должны унести Отсюда что-то важное И когда мы уедем домой Что для нас будет важно Читать Библию каждый день Ты не отступишь Если ты будешь читать Библию Потому что у тебя будет вера Человек отступает Когда он перестает читать Библию Перестает молиться И перестает служить Все Три вещи И заключение Он перестает ходить в церковь Запишите себе Бог с небес Бог с небес Может увидеть Самого неспособного человека У которого есть вера Бог с небес может увидеть Самого неспособного человека У которого есть вера И поднять его выше Самого талантливого И способного Бог с небес может увидеть Самого неспособного человека у которого есть вера, и поднять его выше самого талантливого и способного. И поднять его выше самого талантливого и способного. И поднять его выше самого талантливого и способного. О мой Бог! Как хочется, чтобы мы сегодня все это глубоко-глубоко понимали. Аминь. Почему? Вы знаете почему? Потому что в этой жизни, друзья, так получается, что все благословения достаются не тем, которые самые умные. Вы не заметили это? Алло. Не тем, которые самые умные. Человек бывает самый умный, талантливый, самый невероятный человечище. Но благословения приходят. Бывает к тем людям, которые были раздавлены жизнью. И они начали верить. Они начали верить. И по вере ихней двинулся Бог. И поднял их. И запомните, по вере нашей. Бог сделает нас головой, а не хвостом. И мы будем только на высоте и не будем внизу. По вере нашей. Бог совершит исцеление чудеса. По вере нашей. Придет финансовое благословение в нашу жизнь. По вере нашей. Мы будем счастливы и в своей душе. По вере нашей. То есть то, что нам необходимо, это вера. Когда мы собираемся, знаете, вот здесь на колледже. Когда мы собираемся на саммите. Чему мы учимся на самом деле? Мы учимся как искусству. Как научиться верить. Как верить Богу. Чтобы эта вера, она угодила Ему. И чтобы проявились чудеса. Евреям. Послание евреям. 10 глава 38 стих. Праведный верою жив будет. Посмотрите. Праведный верою жив будет. Оказывается, мы с вами можем жить верою. В другом месте Писания написано, что не хлебом одним, а чем? Словом Божьим будет жить человек. А здесь, говорится, праведный верою жив будет. Я вам скажу, что когда есть Слово Божье, будет вера. И ты понимаешь, в чем дело? Что мы можем сидеть с вами вот в одном зале. Все мы здесь сидим вместе. Но в жизни одного человека может быть вера. И Бог в ней, в этой жизни проявляется. А в жизни другого нет. Почему? Давайте будем откровенны. Почему? Потому что, вот слушай внимательно. Ценность Слова Божьего у людей разная. Кто-то, он очень дорожит Божьим Словом. Кто-то, он им не дорожит. Я вам скажу, одна из интересных вещей, которую я всегда вижу. Люди, они во время молитвы, они ждут Бога. И после молитвы, когда начинается богослужение, они уходят. И проповедь им не важна. И знаете, о чем это говорит? Что у этих людей не развивается вера. Потому что они пренебрегают Божьим Словом. И мы можем быть в этом зале и пренебрегать, а можем ценить. И наша задача, ценность Слова Божьего поставить на место номер один. Аминь. Для того, чтобы у нас росла наша вера. Итак, праведной верой уже и будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. А если кто поколеблется, мне того очень жаль. Бог так не говорит. Я к тому хотел бы просто вот обнять его и сказать, ну что же ты колеблешься? Я тебя поддержу. Нет, говорится, не благоволит к тому душа моя. И дальше, знаете, такие интересные слова. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Я хочу, чтобы все сказали Аминь. Аминь. И вот поймите такую вещь. Запиши себе. Бывает мы разочаровываемся, сомневаемся, плачем, но Бог не реагирует на разочарование и слезы. Он реагирует на веру. Бывает мы разочаровываемся, сомневаемся, плачем, но Бог не реагирует на разочарование и слезы. Он реагирует на веру. Господь не реагирует на нужду. Он реагирует на веру для разрешения этой нужды. Господь, это очень важно записать, не реагирует на нужду. Он реагирует на веру для разрешения этой нужды. Итак, мы приходим к тому, чтобы наш дух был непораженным. Нам необходимо Божье Слово. Нам просто необходимо, чтобы внутри нас сформировалась вера. И по вере нашей будет двигаться Бог. Помните, друзья, объем веры решает, самое важное в твоей жизни, ты должен знать, это объем твоей веры. Если объем твоей веры растет, значит проявление Бога в твоей жизни будет больше и больше. Если объем веры совсем маленький, и чудеса будут маленькие. Вот поэтому ты часто молишься за кого-то. Может, ты лидер домашней группы, и ты решил помолиться за кого-то. И ты помолился за него, у него голова болела. У него после этого и сердце заболело. Понимаешь? Потому что вера еще маленькая. И исцеления могут быть совсем маленькие. Чудеса могут быть совсем маленькие. Ты какому-то бесу приказал уйти, а он даже не отреагировал. Но потом, когда твоя вера растет, объем растет, ты тот же человек. Приказываешь дьяволу, и он уходит. Аминь. Молишься за больных, они исцеляются. Итак, первое Слово Божие. Второе. Молитва. Каждый день, друзья, мы должны обязательно проводить время с Богом. Через это формируется наш дух. Молитва, Слово Божие, это деятельность Святого Духа. Это деятельность твоего Духа. И когда ты пропускаешь время молитвы, вот кто из вас, вот скажите откровенно, бывали дни, ты пропустил несколько дней молитвы, и ты отдалился. Бывало такое или нет, скажите? И ты отдалился, и ты чувствуешь, что потом даже тяжело войти в молитвенную жизнь. Ты чувствуешь, как ты стал чужим для всего этого. Как у тебя начинают мысли негативные течь в твой разум. Потому что молитва каждый день очень важна. Вы понимаете, в молитве очень важно знать вот такие вещи, что молитва, ну как бы проблемы, это не повод для молитвы. Как люди думают, я молюсь, когда у меня есть нужды. Да нет, конечно. Ты можешь молиться каждый день с наслаждением. И вот запишите себе, каждый день ты можешь молиться, и твоя молитва, благодарение. Благодарение и провозглашение на твою жизнь. Запиши. Благодарение, провозглашение, исповедание. Исповедание и пророчество. Благодарение, провозглашение, исповедание, пророчество. Посмотрите сегодня на молитву другими глазами. Я хочу показать вам новый взгляд, может, для кого-то. Потому что, когда вы думаете о молитве, вы приходите и вы начинаете просить о чем-то Бога. Вы просите Бога, Бог, дай мне деньги, Бог, благослови там мою семью. Ну, а вы представьте себе другую молитву. Когда вы приходите, и вы начинаете благодарить. Вы начинаете благодарить даже за то, чего еще нет. И за то, что еще не произошло. Вы начинаете провозглашать на свою жизнь. И вы говорите, я благословенный человек. Кто-то аминь скажет на это? Аминь. И ты начинаешь провозглашать. Бывает в твоей душе внутри, ты сжат. И тебе кажется, что ты неблагословенный. Иногда бывает, тебе кажется, что ты реально проклятый. У кого-то бывает такое или нет? И ты просто переживаешь, бывает, и ты думаешь, в моей жизни все плохо. Бог меня не поддерживает. Мне кажется, что завтрашний день будет все еще хуже. Но вот смотри, когда ты каждый день уделяешь время тому, что ты заходишь в свою молитвенную комнату. И это не по дороге на работу, не в маршрутке, понимаешь, или еще где-то. А это отдельное место. И ты там начинаешь говорить, я провозглашаю на свою жизнь. И ты начинаешь говорить, я благословенный человек. Моя жизнь помазана Богом. Я счастливый человек. У меня меняется мое здоровье. Ты начинаешь пророчествовать в свою жизнь. И ты говоришь, в самое ближайшее время в моей жизни, в финансах все изменится. Ты начинаешь говорить, в моей семье все изменится. Ты начинаешь говорить о своем здоровье. Мое здоровье будет крепчать. Оно меняется уже сейчас. Твои слова, они начинают менять атмосферу вокруг тебя. И кто-то из вас, вы, возможно, переживали, что когда ты заходил в комнату, раздавленный, побитый, может, уничиженный, и вдруг ты просто вот брал и вопреки всему произносил, там, я праведник, и вдруг, пау, атмосфера менялась в комнате. Моментально в душе все менялось. Ты вдруг чувствовал, что так хорошо становится. Как будто бы ты сказал какую-то правду, которая разбила ложь. И вот чтобы вы знали все, что делает сатана вокруг нас, когда к нам идет негатив, дьявол, он копирует голос Бога. Он прикидывается, как будто бы он Бог. И он начинает давить на тебя негативом. И он говорит, ты непрощенный, ты плохой человек. Он реально держит вот так вот, как козырные карты твои грехи, и говорит, смотри, кто ты. Бог против тебя. Вообще у тебя все не получится. И когда у тебя какие-то проблемы в жизни, он говорит, это Бог их создал, потому что ты грешник. И он начинает говорить, говорить, говорить. И ты в этой лжи находишься. И человек, вдумайтесь, он в этой лжи находится целый день. А потом он лег спать, проснулся. И второй день дьявол усилился. А потом дьявол утвердился. И знаете что? Человек в этой лжи так и продолжает жить и гибнуть. Его дух становится каким? Пораженным. Но вот что должно происходить. Когда ты молишься каждый день, то выходит такая ситуация, что когда у тебя пришли негативные мысли, и когда давление пришло к тебе, и когда ты уже сидишь, и тебе не то, что кому-то служить. Знаете, вот бывает, кому-то служить. А ты думаешь, да я даже сам себе послужить не могу. И в этот момент ты начинаешь говорить истину. Запомните, истина от того, что она существует, она не действует. Истина действует, когда ты ее провозглашаешь. Возглашаешь. И вдруг ты говоришь, и ты говоришь, я помазанник. И это истина моментально, как свет, как лампочка, которая загорается в твоей комнате. И когда ты включаешь свет, тьма исчезает. Аминь. Вот то же самое происходит в наших молитвах. И вы должны увидеть новый взгляд на молитву. Это молитва про возглашение, это молитва пророчества, это молитва исповедания того, кто ты во Христе. Это исповедание конкретных вещей на конкретные обстоятельства. Когда ты смотришь на свою жену, своего мужа или своего ребенка, и там что-то не так, и ты начинаешь просто опророчествовать и говорить, это благословенный человек. И дьявол, он просто не может ничего сделать, потому что твое слово, оно как стрела, это живое слово, оно посылается в жизнь этого человека. Атмосфера меняется. И ты говоришь, я тебе говорю, ты благословенный, ты благословенный. Очень часто нужно в своей комнате представить этого человека, как будто он стоит перед тобой, и пророчествовать ему прямо. И пророчествовать ему. Это есть движение в четвертом измерении, но ты должен уметь эти вещи делать и делать их каждый день. Ты должен видеть обстоятельства, которые связало тебя. И ты в своей комнате должен просто представить, как будто бы это обстоятельство уже другое. И говорить, это благословенное время, это благословенное обстоятельство. Понимаешь, только так мы можем что-то победить Только так мы можем Изменить ситуацию в своей жизни Пораженный дух, Писание говорит Кто может подкрепить его И вот знаете, когда у верующего пораженный дух И знаете, когда пораженный дух А он мечтает жить счастливой жизнью А дух пораженный Он же не может переносить Немощи этого человека Он не может перенести, он согрешил Он бам, провалился Он сделал ошибку и все И могильной плитой накрыло его Он где-то поступил неправильно Где-то ему кто-то сказал плохие слова На работе что-то произошло С деньгами, с друзьями поссорился Немощи, друзья Они будут сопровождать нас в нашей жизни И нам нужно понять Что мы никогда не станем терминаторами Какими-то супер людьми Нет, мы обычные люди И даже если мы будем нести Самое великое служение Мы по-прежнему обычные люди У которых есть немощи, у которых есть слабости У которых есть борьба Так я говорю или нет? Все мы, сколько бы мы верующие не были Может 50 лет будем верующие Может 100 лет будем верующие Это не играет роли Но если ты заходишь в комнату каждый день И ты говоришь И ты говоришь Бог великий Бог великий Ты мой Бог И знаете, ты Ты просто берешь то слово Которое написано в Библии Там говорится 90-й псалом Говорится, что Живучий под кровом Всевышнего Под Семью Всемогущего Покоится Покоится А ты сидишь Бывает, ты сидишь и говоришь Бог, я точно не покоюсь И вот в этот момент Говорит Господу Прибежище и защита Моя Бог Мой, на Которого я уповаю Вот откуда приходит Покровительство Божие Аллилуйя Говорит Господу Когда ты говоришь Господу Когда ты выделяешь Может эти полчаса Железных Каждый день И ты заходишь И ты говоришь Господу И ты говоришь Господи Ты прибежище мое Ты защита мое Ты упование мое И там говорится Что Бог ему говорит Не приключится тебе зло И язва не приблизится К жилищу твоему И ангелы понесут тебя на руках И не приткнешься А камень ногою твоей На спидой Василиска наступишь Попирать будешь Льва и дракона Потому что Господь упование Ты избрал Бога Упованием твоим Прибежищем твоим И вот знаете Друзья Когда мы в этой комнате Комнате Где реально строится наша вера Вы поймите Все вокруг слова Когда ты читаешь Библию Слово попадает в тебя Когда ты в комнате Ты это же слово Исповедуешь Богу Вокруг слова Все вокруг слова И твоя вера Твои обстоятельства Все Оно будет меняться Потому что Твой дух Он уже не пораженный Он может перенести Твои немощи Да у меня есть немощи Но я их переживу Я их могу нести Почему? Потому что есть вера Есть Божье слово И когда ты Сегодня пропускаешь Хоть день молитвы Ты должен знать Что ты как будто бы Сам враг себе Ты прописываешь Дьявола в свою жизнь Он использует Те дни Когда ты не молишься Он использует Для того чтобы Внедриться в твою жизнь Чтобы внедриться Прямо в твои обстоятельства И он использует Для того чтобы Негатив 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 Пробить тебя Негативом Пробить тебя Неприятностями внутри Знаете Неприятности вне Это одно Но неприятность Когда попадает в дух Это другое И вот Сатана Он хочет пробить тебя Поэтому Друзья Каждый день Нужно читать Хотя бы главу из Библии Каждый день Нужно обязательно Хотя бы полчаса Ну пробыть в молитве Про возглашение Пророчество Поговорить с Богом Заявить в духовный мир Кто ты Ты можешь сейчас сказать Кто ты Что я услышал Несчастный человек Или что Нет Ты должен сейчас Вот скажи со мной Скажи я праведник Я помазанный человек Благословенный Мое имя Я благословенный Кровь Иисуса Пролилась за меня И ранами его Я исцелен И я благословенный Я счастливый Я процветающий Я успешный Я хочу тебе сказать Если ты полчаса Будешь все эти слова Повторять и говорить Повторять и говорить И вкладывать в них душу Я тебе говорю Тебя рванет просто Ты просто увидишь Что это все правда Амэн Когда-то в моей жизни Было время Знаете Я попал в очень тяжелую ситуацию Я пришел к Богу И как только я пришел Прошло там буквально На тот момент Прошло пару лет И я попал В такое большое искушение Бог меня провел Через такое мощное горнило И вот я помню Как целый год Я был в этом искушении И потом пришел момент Знаете Я реально Вот всем своим сердцем Я вам прямо говорю Всем своим сердцем Я верил Что я самый отвратительный человек На этой планете Который только был Вот я не представлял даже Что есть еще кто-то Такой как я Я думал Я один такой Я приходил там На эти братские советы Я говорил Пожалуйста Отлучите меня от церкви Потому что я не достоин Вообще быть спасенным И знаете Это было время Такой тьмы Я верил Что я Я плохой человек Я верил Что я неправедный человек И я верил Во все самое плохое И я помню Как однажды Я Просто осознал Одну истину Что мне нужно Приходить к Богу И говорить То что Он Обо мне думает А не то что я О себе думаю И знаете Было такое мощнейшее Расхождение Как тьма и свет Между тем Что думал Бог Обо мне И между тем Что думал я О себе Но то что думал Бог обо мне Написано в Библии И И там В Писании Говорится Что мы благословены Во Христе Иисусе Что мы искуплены Что мы праведники И я этого всего Я только из Библии Знал кто я И я пришел к Богу И каждый день Два с половиной часа Железно Я приходил в молитве И вы знаете Я не молился Никакой молитвой Только одно Я приходил Это было рано утром И я приходил И я исповедовал Я праведник Я святой Я благословенный Я искупленный И я говорил И говорил эти слова Представьте Два с половиной часа Каждый день И так прошло Полтора месяца Каждый день И через полтора месяца В один день Когда я это говорил Вдруг Вдруг Когда я это сказал Я вдруг Осознал Что Я праведник Я вдруг Осознал Что я Искупленный Я вдруг Осознал Что я новое творение Во Христе Иисусе При том Что я всегда думал Что я такая старая тварь Что просто ужас И слово Стало плотью То есть Вдруг Это слово Оно вошло В мой дух И изменило Все И вы знаете Это так изменило Мою жизнь Если ты Не живешь Этим Каждый день Если ты Не провозглашаешь И не исповедуешь Божьего слова О своей жизни То конечно же Ты будешь думать То что навязывает Тебе дьявол Когда Доктор Чу Он Говорит Женщина пришла А он говорит Иди и пиши Слово Божье На гору Она больная Раком Ей сказали Три месяца И умрешь И она говорит Помолитесь за меня А он говорит Иди И бери ручку Листик И напиши Десять тысяч раз Что ранами Иисуса Ты исцелена И говорит Она ушла На эту гору Приходит к нему И о чем-то другом Вообще говорит О здравствуйте Доктор Чу А он говорит А как же ваша болезнь Она говорит О Боже А какая болезнь И говорит Доктор Чу Я от нее исцелилась уже Говорит Я написала Десять тысяч раз И болезнь прошла Аминь 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 То что мы Исповедуем Друзья Это очень И очень важно Мы должны знать Что исповедание В наших устах И жизнь И смерть В наших устах Наше будущее И мы должны Говорить Вы должны знать Что существует Такое понятие Как атмосфера И именно слова Высвобождают Атмосферу И если ты говоришь И мыслишь И говоришь Выражениями чудес Значит много чудес Будет в твоей жизни Аминь Если человек Он исповедует И говорит У меня ничего не получится Он образами поражения Мыслит И выражениями поражения Разговаривает Именно эту атмосферу Он привлекает В свою жизнь И вот нам всем Нужно привлекать Атмосферу Божьего слова Атмосферу небес Где говорится Что мы благословенные люди Эмэ Третье Последнее О чем я сегодня Хочу говорить Смотрите Первое Это Слово Божье Каждый день Скажи со мной Каждый день Одна глава Скажи соседу Ты хоть одну главу Читай в день Минимум Второе Молитва Полчаса Скажи соседу Другому Скажи Молитва Полчаса Исповедуй Что ты Благословенный Человек И третье Каждый Верующий Каждый Он должен Обязательно Служить Младенцу И я вам хочу Сказать Что это что-то Для многих Новое Но это что-то Очень важное Это то что Сейчас мне Открыл Бог Что Духовный Рост Это есть Его Святая Воля И вот Послушай Меня Когда Человек Служит Другому Человеку Младенцу Он Сам Неизбежно Духовно Растет И он Сеет В жизнь Других Людей Божье Слово И знаете Для нас Не нужно Много Знаете Придумывать Нам нужно Отвечать За одного Человека За одного Младенца Нужно родить Его И Сделать Его Юношей Но это Решает Судьбу Человека И это Есть Воля Божья И самое Главное Это Есть Для Моей Жизни Благословенное Время Потому что Я Когда Учу Других Я Сам Расту Мне хочется Задать вам Один вопрос Кто из вас Ощущал Что Когда вы Кого-то Наставляете Что вы Очень сильно Приближаетесь К Богу Вот Все это Пережили Практически Да Потому что Всегда так Когда ты Проповедуешь Когда ты Кого-то Наставляешь У меня Бывают Случаи Такие Я скажу Вам Откровенно Я Сижу С Человеком Начинаю Его Наставлять И Когда Я Говорю Я Вдруг Начинаю Ощущать Что Я Сам Слушаю То Что Я Говорю А ну Честно У кого Так Было Хоть Раз Да И Вы Не Представляете Я Даже Больше Вам Скажу У Меня Так Бывало Рождались Проповеди Которые Я Тут Говорил Потому Что Я Так Наставлял Наставлял И Думаю Вот Это Я Сказал Запишу И У Меня Проповедь Готовая Я Думаю Главное Главное Повторить Все Так Как Я Говорил Ему Потому Что Когда Мы На Личном Уровне Говорим Мы Как Будто Раскрепощаемся Открываемся Для Духа Святого И С Нами Происходит Что То Хорошее И Вот А вот Кто Из вас Ощущал Что Когда Ты Вот Не Проповедовал Ты Как Духовно Закрыт Был Было Такое И Наши Слова Как Вскрывают Нас Они Как Будто Открывают И Начинает Течь Реки Воды Живой Через Нас Ты Начинаешь Ощущать Другое У Меня Бывали Случа Я Вам Прямо Говорю Чтобы Вы Видели Что Я Перед Вами Открыт У меня Бывали Случа Что Меня Посещало Реальное Неверие Знаете Вот Вот Просто Не верю Во что То И все Вот Мне Тяжело В этой Сфере Верить Мне Трудно И Потом Я Начинаю С кем То Говорить И Я Начинаю Его Учить И Начинаю Говорить И Вдруг Слова Веры Выходят Из Моих Уст И Знаете Что Я С Ним Поговорил И Бывало Такое Что Он Меня Не Послушал Но Я Веру Получил Эмэн И Я Сам Сделал Вывод Я Знаете Я Понял Я Всегда Это Видел Но Я Сейчас Понял Что Для Того Чтобы Вся Наша Большая Семья Вся Наша Церковь Киев В Днепропетровске Все Дочерние Церкви Чтобы Все Мы Могли Духовно Стабильно Расти И познавать Нашего Господа Иисуса Христа Нам Всем Нужно Обязательно Высвобождать Слово И заботу Для наших Младенцев Нам Нужно Служить Нам Нужно Три Вещи Читать Библию Молиться И служить Потому Что Если Мы Будем Читать Библию И будем Молиться А служить Не будем Мы Не достигнем Веры Нам Нужно Чтобы Обязательно Через Служение Наша вера И наше Послушание Богу Было Высвобождено Аминь Вот что Нам нужно Друзья И сегодня Я хочу Тебе Сказать Дорогой Друг Может быть Ты Просто Прихожанин И ты Реально Не заинтересован В духовном Росте Может Такое Быть Единицы Здесь Могут Быть Таких Людей Потому что Все Здесь Заинтересованы Но Если Даже Ты Та Единица Я Хочу Тебе Сказать Что Пришло Новое Время Время Счастливой Жизни Время Счастливого Служения Мы Счастливые Когда Мы Служим Когда Через Нас Действует Бог А теперь Послушайте Вот эта Книжка В ней Получается Пять Недель Пять Недель Мы ее Проходим То есть Я привел Человека К Богу И вы Знаете Есть Шаги Первый Шаг Что я Должен Сегодня Сделать Чтобы Родить Младенца Кто Знает Ну Кто Что Говорит Встретит Запомните Нужно Придерживаться Божьего Слова Иисус Посылал Как По Два Значит Первый Шаг Ты можешь Себе Записать Первый Шаг Это Я Нахожу Себе Пару То есть Второго Человека Это Первый Шаг И Уже Второй Шаг Мы С этим Человеком Сначала Что Делаем Молимся Вы Должны Знать Вот Пастораль Много Там В Бразилии Тоже Работал И Там Я Слышал Есть Бразильское Движение Одно В котором Очень Много Людей Там Их Десятки Чуть Ли Сотни Тысяч И Вот Слушайте Что Они Делают Они Делают Очень Интересную Вещь Получается Они Собираются И Там Два Три Человека Они Короче Говоря Записывают Имя Человека Решают За кого Они Будут Молиться И Вот Первые Две Недели Они Молятся Третью Неделю Они Все Постятся За Этого Человека Ну Примерно Два Три Человека И Потом После Трех Недель Уже Они Приходят К этому Человеку И У них Ну Типа Вот Так Момент Метод Такой Они Приходят И Говорят Я Приглашаю Тебя На Служение Я Молился За Три Недели И Говорят Там Покаяние Массовое Люди Все Идут Потому Что Они Промоленные Поэтому Первый Шаг Я Нахожу Второго Человека А потом Молитвой Согласия Если Двое Из Вас На Земле Согласятся Просить О Всяком Деле То Будет Им Чего Бы Что Чего Бы Не Попросили Получается Что Мы Молимся За Списки Наших Людей И Мы Промаливаем Этих Людей И Потом Идем И Посещаем И Так Рождается Младенец Теперь Слушайте Дальше Моя Мысль Когда Младенец Уже Есть Сколько Времени Пять Недель Мы Проходим Этот Материал И Потом Младенец Он Переходит Чего Так Тихо Говорите В Юношу Тогда У меня К вам Вопрос Если Пять Недель Мне Нужно Чтобы Младенца Перевести В Юношу Чтобы С ним Пройти Этот Материал Чтобы Помочь Ему Духовно Духовно Стать На Ноги В Год Сколько Младенцев Я Могу Спасти Не Просто Привести В Церковь А Сколько Я Могу Дать Путевку В Жизнь Кто Знает Сколько Десять В Среднем Десять Так Или Нет Ты Представляешь Какое Счастье Моя Жизнь Приобретает Смысл Твоя Жизнь Она Приобретает Большой Вес Может Ты Жил И Через Тебя Годы Никто Не Спасался А Если Даже Кто-то Спас То Ты Ему Не Помог И Он Ушел В Мир А Теперь Послушай Теперь Приходит Новое Время В Твою Жизнь Ты Значимый Человек Ты важный Человек Ты Духовный Человек И Знаете Что для Меня Важно Что я Сам Имею Сильный Дух Через Это Я Сам Имею Веру Я Сам Крепкий И Еще И Другие Люди Становятся Крепкими Я Становлюсь Отцом И Это Самое Большое Счастье Для Бога И Для Всех Нас Братья И Сестры Вот Знаете Мне Хочется Сегодня Вам Сказать Что Знаете Наша Церковь Она Приходит К Новому Времени Я Это Очень Сильно Ощущаю Я Понимаю Что Приходит Время Духовного Роста Я Серьезно Говорю Приходит Время Духовного Роста Приходит Время Когда Люди Станут Ответственные Церковь Друзья Церковь И Пробуждение Оно Стоит На Людях Которые Себя Предоставляют Богу Для Духовного Роста И для Служения Другим Церковь Никогда Не будет Стоять На Людях Которые Какие Обманщики Какие Неверующие Какие Плохие Знаете Нет Церковь Стоит На Тех Которые Принимают Решения И Говорят Бог Вот Я Пошли Меня И Я Верю Всем Сердцем Что Это Время Приходит В Нашей Церкви Что Люди Становятся Другими Пришло Время Зрелости Аминь Аминь Понимаете Вы Вы Поймите Меня Дорогие Друзья Вы Поймите Меня Знаете Вот Младенчество И потребительство Оно так Отличается От того Что ждет Бог И знаете Вот есть Время Когда Знаете Вот есть Так Вот есть Такое Понятие Можно Откровенно С вами Говорить Когда Люди Они Приходят И Знаешь Что А Для Них Важно Что Чудеса Для Них Важно Вот Помолитесь За Меня Исцелите У меня Тут Что То Болит Понимаете Хватит Уже Мы Будем Молиться И Бог Будет Исцелять Но Церковь Она Не Может Вечно Исцеляться Церковь Должна Служить Богу И Приходит Время Зрелости Не так Что Ты Пришел Знаете Как Я Вижу Люди Прибежали По сцену Помолились И Потом Когда Я Начинаю Проповедовать Они Выходят Потому Что Для Них Бог И Все Это А Я Говорю Нет Настоящая Церковь Божья Вот Вы Сидящие Здесь Я Всех Люблю И Уважаю Потому Что Вы Божьи Люди Мы Имеем Право На Исцеление Через Кровь Иисуса Аминь И Мы Приходим К Богу Здесь Друзья И Наше Желание Уже Не Просто Исцелиться И Уйти Нет Наше Желание Что Господи Используй Меня Для Твоей Великой Воли Наше Желание Это Отдать Свою Жизнь Для Нашего Господа Иисуса Христа Наше Желание Это Всем Сердцем Своим Следовать За Ним И Видеть Как Другие Люди Исцеляются Массово Видеть Как Больные Встают С колясок Как Эти Палочки Костыли Бросают Видеть Как Раковые Больные Становятся Здоровыми Людьми Вот То Желание Которое Должно И Приходит Время Друзья Новое Время В нашу Церковь Когда Каждый Говорит У меня Есть Моя Личная Ответственность Перед Моим Богом И Я Я Отец Я В духе Отец И Я Хочу Поднимать Младенцев Скажи Со мной Я Хочу Поднимать Младенцев Во Имя Иисуса Для Моего Отца Небесного Знаете Это Важно Я Знаете Я Вот Так Благодарен Сегодня Богу За Тех Людей Которые Уже В Триадах Отцы Которые Наставляют Этих Младенцев Борятся Сражаются Если Бо Вы Знали Ведь Смысл Всего Что Мы Делаем Это Спасение И Духовное Возрастание Ведь Другого Смысла Нет Хорошо Задайте Вопрос Чего Мы Здесь Собрались Чего Мы Все Оставили И Приехали Сюда На Целый Месяц Что Я Целый Месяц Должен Здесь Делать Просто Так Нет Конечно Потому Что У нас Есть Цель Послужить Нашему Господу Спасителю Нашему Драгоценному Иисусу Христу Амэн Амэн Люди Они Должны Заботиться О Младенцах И Проходить С ними Материал Молиться За Них Верить За Них Я Просто Знаете Я Говорил Боже Я Бессилен Что Я Могу Сделать Но Я Стою Сейчас Перед Вами Я Говорю Вам Друзья Поддержите Меня Давайте Будем Вместе Давайте Построим Мега Церковь И Мега Движение Для Нашего Спасителя Мы Семя Авраамова Мы Те Которых Бог Клялся Аврааму Что Будет Детей У Тебя Как Звезд На Небе И Ты Являешься Этой Звездочкой Ты Являешься Той Песчинкой На Море Ты Являешься Этим Человеком И Сегодня Бог Хочет Умножиться Массово Умножиться И Прославиться На Этой Земле Которой Был Коммунизм